МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. В начале коротко о некоторых темах выпуска. В России сегодня день траура. Страна скорбит по жертвам авиакатастрофы в Сочи. Версию теракта назвали маловероятной. Сегодня во всех храмах страны прошли панихиды по погибшим. А к морю сочинцы продолжают нести цветы и свечи. В Сочи начались рейды по аптекам, торгующим спиртосодержащими препаратами. Для этого созданы специальные рабочие группы. Почти 2000 человек отправились на генеральную уборку. В Сочи прошел общегородской субботник. Сегодня по всей стране при спущенной флаге объявлен общенациональный траур. Россия скорбит по жертвам авиакатастрофы в Сочи. Версия теракта при крушении самолета маловероятна. Об этом сегодня заявил министр транспорта России Максим Соколов. Стало известно, что на борту разбившегося Ту-154 находилось двое уроженцев Краснодарского края. Это Александр Авенский из Армавира. Он был членом экипажа. И Михаил Васин из Лобинска, участник хора ансамбля имени Александрова. По погибшим отслужили панихиду в часовне внутри аэропорта. В Сочи продолжает работать оперативный штаб. По факту крушения возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшие тяжкие последствия». Вчера поздно вечером в Сочи прошло заседание комиссии по расследованию причин катастрофы. Ее возглавил министр транспорта России. По линии страховых выплат здесь прошу Министерства труда и социальной защиты населения, а также представителей Роструда обеспечить необходимое взаимодействие со страховыми компаниями, где были застрахованы и члены кабинного и летного экипажа, а также, соответственно, все пассажиры этого города получить, обеспечить взаимодействие с родственниками через Центры психологической поддержки и провести необходимую работу по определению размеров, типа страховки и обеспечению дальнейших выплат. В состав государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ту-154 в Сочи вошел губернатор Краснодарского края. Вместе с Максимом Соколовым Вениамин Кондратьев возложил цветы к часовне в аэропорту в память о погибших в авиакатастрофе. Люди продолжают нести цветы и свечи к месту крушения лайнера. В аэропорту круглосуточно работают оперативные штабы и специалисты, которые оказывают помощь родственникам погибших. Мы не снимаем и администрация Сочи, и края работ в оперативных штабах, которые здесь сегодня уже развернуты. Они будут находиться, оперативные штабы, и в аэропорту Родосочи, и на аэровокзале, и в автовокзалах. То есть, в случае, если все-таки родственники погибших захотят приехать на место трагедии, то у них эта возможность, конечно, будет. И те же забронированные гостиничные номера будут оставаться забронированы в течение месяца. Коллеги, я еще раз хочу обратить внимание, чтобы при вашей поддержке максимально донести до всех родственников погибших, что опознание, о чем сейчас говорят, спасатели госкомиссии и генническая экспертиза будет проходить в Москве. Вот двое родственников, которые сегодня приехали, безусловно, они не знали о том, что опознание и генническая экспертиза будет проходить в Москве. К поискам останков людей и фрагментов Ту-154 подключатся абхазские специалисты, так как обломки лайнера и тела погибших течением унесло в сторону соседней республики. В качестве основной версии крушения специалисты рассматривают именно техническую неисправность. Борт сошел с конвейера в 1983 году, общий стаж в воздухе свыше 7 тысяч часов. Он несколько раз направлялся на капитальный ремонт, последний в 2014 году. А осенью, по данным Миноборода, смартфон прошел техосмотр, и тогда никаких серьезных неисправностей обнаружено не было. Гелена Всецина, телекомпания ФКТ. Миллион рублей край выплатит семье погибшего Михаила Васина. Это помимо всех страховых выплат. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Жертв катастрофы вспоминали сегодня и в Адлере. Там в часовне аэропорта прошла панихида по жертвам крушения лайнера. С вчерашнего дня люди приносят цветы и ставят свечи. Участие в панихиде приняли министр транспорта Максим Соколов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сегодня же утром глава региона провел заседание краевого оперативного штаба. Он поблагодарил всех участников поисковой операции и, прежде всего, жителей Сочи. Огромное спасибо Сочицам, которые в первые часы, именно в первые часы трагедии, на своих катерах, на своих лодках вышли к тому месту предполагаемого падения самолета и осуществляли поиск, как просто люди. Люди, которым вот эта ситуация, эта боль воспринялась как своя. Но сегодня этого делать не нужно, потому что профессиональные спасатели, профессиональные военные, которые специально обучены, как это делать, квадрат за квадратом, системно, сегодня системно этим занимаются. В Сочи продолжают приезжать родственники погибших в авиакатастрофе. Круглосуточно в аэропорту работают специалисты и психологи, которые оказывают им помощь. Поисковые работы продолжаются. Из-за сильного течения, говорят специалисты, обломки самолета разбросаны на довольно большом расстоянии. Поэтому к поискам подключили и абхазских спасателей. Палатки Кубань-Спас расставлены по всему побережью. Сейчас все возможные способы, которые позволят пролить свет, и в том числе на крушение, и извлечь все останки из моря, необходимо использовать. То есть, поэтому я думаю, что здесь ничего зря не делается. И в том числе абсолютно верно. Единственное, что главное, чтобы смена у ребят шла, спасатели, я имею в виду, чтобы они тоже не замерзли. Постоянно смена идет, обеспечены питанием, чай, есть горячая пища, с этим все нормально. Во всех храмах сегодня прошли панихиды по погибшим в авиакатастрофе. Также сегодня утром служба прошла и в часовне аэропорта. Священнослужители, пассажиры, сотрудники, а также члены правительственной комиссии помолились за погибших. На данный момент обнаружены 11 жертв авиакатастрофы. Первый борт со станками пассажиров Ту-154 уже приземлился в столице. В Сочи прибывают родственники погибших. Приехали пока 12 человек. Остальных готовы принять в любой момент. Для них работают штабы, подготовленные номера в санатории «Аврора». В аэропорту дежурят бригады медиков и психологов. Как сообщил сегодня на заседании правительственной комиссии мэр Сочи Анатолий Пахомов, сотрудники администрации и правоохранительных органов, волонтеры, будут вести поисковую работу на берегу. Волонтеры есть, и хочу сказать, что очень много ответственности у нас людей, говорят, что чем помочь, что мы будем делать, наши университеты, институт дружного народа. Кроме этого, только расцвело, значит, все районные администрации вышли на береговую часть, и, примем, как только если где-то будет что-то обнаружено, будем медленно защитить, информируя отследственные правоохранительные органы. Кроме этого, наряду с сотрудниками администрации вышли так сотрудники памяти. Поэтому мы считаем, что береговую часть города Сочи мы охватим. В море поисковая операция шла всю ночь. Сейчас задействовано 39 кораблей-катеров, 135 водолазов и 7 глубоководных аппаратов. Всего в операции участвуют около 3,5 тысяч человек. Сегодня в 13.20 водолазы МЧС обнаружили в море фрагменты самолета. По предварительной информации, обломки находятся на глубине 27 метров в одной миле от берега по направлению от взлетной полосы. Тем не менее, вдоль всего побережья дежурят группы людей на случай, если на берег вынесет фрагмент самолета, личные вещи или тела погибших. В состав этих групп входят представители казачества. С ними сегодня пообщались глава региона Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Такая работа важна как для следствия, так и для родственников, которые, конечно же, надеются проводить последний путь погибших. Силы сохраняйте, но впереди у нас еще очень много работы. Наверное, на месяц, а то на больше будем организовать постоянный мониторинг здесь. Люди будут, да. Будут. Люди есть. Будем дежурить, да. Главное, чтобы было понимание, что все, что сегодня может способствовать, чтобы все останки извлечь и сборья, мы максимально к этим всем способам прибегаем. Ваша работа, даже вот внешне, через 50-100 метров стоят спасатели. Вы мониторите берег. Поверьте, это необходимо. Не потому, что что-то делать. Это необходимо, потому что, потому, прошу за патологию, что есть родственники погибших. И, как любой из нас, я уже говорил, пока не захоронят своих родственников, те, которые погибли в авиакатастрофе, их душа и сердце не успокоятся. Поэтому просто давайте подходить к этой боли, как к своей. В центре Сочи об упокоении жертв авиакатастрофы молились в Святом Михайло-Архангельском соборе. Ранним утром в храме десятки сочинцев. Участие в траурном богослужении по жертвам авиакатастрофы в Черном море – сегодня это все, что можно сделать для погибших, отмечают верующие. На панихиде священнослужители молятся о прощении грехов и упокоении умерших. А стоять на такой заупокойной службе принято с зажженными свечами в знак веры в светлую будущую жизнь. Духовенство же города Сочи, помимо всего прочего, оказывает и необходимую пастырскую помощь всем родным и близким погибших, прибывшим к месту крушения самолета. Задача священников – духовно их утешить, хотя они в силах сдерживать слезы и незнакомцы, считая произошедшее трагедией всего российского народа. В храме – это святое дело, понимаете, пойти на набережную, увидеть все это, почувствовать, насколько все это близко. Это настолько личная трагедия для каждого сочинца, понимаете, слишком личная. Да, мы не знали никого личного, как бы, да. Но у меня есть дядя, он военный дирижер, он учился у Халилова. Понимаете, у меня сейчас моя семья переживает такую же трагедию. То есть он в Новгородской области, и сейчас точно так же тяжело это несет. Из собора сочинцы, среди которых и сотрудники городской администрации, и члены общественной палаты, и депутаты городского собрания отправились на Южный Мол. Туда, как и к месту крушения лайнера, горожане весь день несут цветы и свечи. Это трагедия, наверное, для всех людей. Это не передать словами, это комок чувств, которые, наверное, не выскажешь. Это действительно очень больно. Это замечательные люди. И знали их очень хорошо, и концерты смотрели. Доктор Лиза – это вообще потрясающий человек, который помогла столькими детям, людям. Горе сплотило, вся страна скорбит. Очень страшно, что такие люди, которые едут с такой миссией, летят подержать, сделать подарок к Новому году. Просто уже не вернут никогда. Очень страшно. Очень страшно, что жизнь в любой момент так может оборваться. Самолет с 92-мя летевшими на борту потерпел крушение спустя две минуты полета. Военные, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, медики, общественные деятели и журналисты трех федеральных каналов направлялись на аэродром военной базы Хмимим в Сирии, чтобы поздравить находящихся там российских военнослужащих с Новым годом. Сегодня по всей стране объявлен общенациональный день траура. На всех государственных учреждениях приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Уже сегодня на площади Южного Мола не будет и новогодней елки. Завтра, 27 декабря, здесь пройдет траурный митинг. Ольга Десятого, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. В Сочи начались рейды по аптекам, торгующим спиртосодержащими препаратами. В Сочи созданы специальные рабочие группы, которые проверят каждую аптеку во всех районах города. Первые результаты рейдов в нашем следующем материале. А есть настойка пустырников у вас? Нет. Нет? Ну, ничего такого уже нет, если она даже и есть. А боярышник? Нет, спиртосодержащего ничего в центре точно не возьмете. Первые результаты рейдов в большинство аптек убрали из ассортимента спиртосодержащие препараты. Такие как боярышник, настойка календулы, пиона, пустырника и другие. Рейды по аптекам в связи с известными событиями в Иркутске, где жертвами боярышника стали около ста человек, сегодня проходят по всей стране. В случае, если будут отравления, допустим, фиксироваться, то, конечно, будут разборки, будут наказания за реализацию продукции, не соответствующие, так сказать, стандартам. И хочу сказать, что на сегодняшний день в Иркутске, в Иркутской области уже задержаны 12 человек из числа персонала аптек, из числа хозяев аптечных учреждений. А вот в этой частной аптеке на улице Островского спиртосодержащие препараты в продаже есть. И эти бутыльки, говорит фармацевт, пользуются большой популярностью. В день за календулой и пионом обращаются до 50 человек. 95% это люди, которые берут его в тех целях, то есть не в фармацевтических целях. Берут его в целях. 90%? Да, для приема внутрь. Такие люди заходят за спиртосодержащими препаратами рано утром или поздно вечером, рассказывает провизор. А так вообще спрашивают, да? Да. Вы лично не отпускаете? А? Вы лично не отпускаете? Нет, я отпускаю. Почему? Я если вижу человека адекватный, соображающий, то есть имеет представление, для каких целей он берет этот препарат. Приходит лучше алкоголь, тем, как сказать, грубо говоря, забояршим. Я, думаю, это аргументирую тем, что после 10 часов спиртосодержащих препаратов нельзя подавать. Подобные рейды в Сочи будут проходить регулярно во всех его районах. Ведь проблема налицо. По статистике 60% отравлений – это отравление алкоголем или суррогатом. На специальном совещании был озвучен список препаратов, продающихся в аптеках, которые входят в зону риска. Помимо настоек, в их числе асепталин – жидкость для наружного применения, который обладает дезинфицирующим и противовоспалительным действием. В инструкции к применению написаны грозные слова, такие как гибель головного мозга и психическое и физическое привыкание к данному препарату. То есть мы должны понимать, что это вот как раз такой кандидат номер один на наш мониторинг. Подобные мониторинги и рейды дают реальные результаты. Так, например, не так давно в Сочи массово проверяли аптеки на предмет безрецептурной продажи лекарств типа «Лирики». Итог – возбуждено три уголовных дела. Двое хозяев аптек задержаны и находятся под арестом. С 26 декабря по 11 января в Сочи проходит пятый этап профилактической операции «Внимание, дети!». Ее цель – снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В рамках операции сотрудники полка ДПС и ГИБДД проводят профилактические беседы с водителями. Напоминают им о необходимости пропускать пешеходов, обязательно применять ремни безопасности и детские кресла, а также быть особо внимательными рядом со школами и другими детскими учреждениями. Госавтоинспекция напоминает, при переходе дороги, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток пешеходам рекомендуется иметь при себе световозвращающие элементы. Кроме того, родителям стоит пообщаться со своими детьми на тему дорожной безопасности. Напомните им, что игры на проезжей части или вблизи ее недопустимы, и что дорогу нужно переходить только по пешеходному переходу. 24 и 25 декабря в Сочи прошел общегородской субботник. Проводить такую большую уборку на курорте стало уже традицией. На этот раз поводом стали предстоящие новогодние праздники. В целом на большую уборку в субботу вышло более тысячи человек. В субботу и более 800 в воскресенье. Это сотрудники городской мэрии, волонтеры, а также предприниматели и просто активные сочинцы. Было задействовано более 110 единиц техники. Пока 200 студентов очищали тротуары от жвачки, управляющие компании наводили порядок во дворах. Только листвы было собрано 670 мешков. К сожалению, мы получаем много бросового мусора. К сожалению, валежник, который появляется на улицах, на косогорах, на склонах, надо убирать. Поэтому объем работы очень большой. И глава города поставил задачу вычистить город, чтобы гости и жители города могли достойно встретить Новый год. В итоге была убрана территория площадью в 39 тысяч квадратных метров. Добавлю, что в мэрии отмечают, что несмотря на то, что сочинцы тоже приняли участие в субботнике, все же они недостаточно активны. Надо быть более ответственными и общими усилиями наводить чистоту в городе-курорте. В центре Сочи ночью не будет воды. Причина – ремонт на водозаборе по улице Гагарина. В связи с этим с полуночи до 6 утра 27 декабря будет временно прекращено водоснабжение следующих абонентов. Санаториев Беларусь, Медзержинского, Заполярье, Красмашевский, Радуга, Россия, Русь, Салют, Солнечный, Сочи, пансионата Нева, котельных номер 5 и 8, школ номер 4, 10, 12, детских садов номер 32, 34, 82, 105, 132 и Умка. Поликлиники на Донской, детской поликлиники в переулке Пасечный. Отключения коснутся и жилого фонда на следующих улицах. Подгорная, Донская, Пасечная, переулок Пасечный, улица и переулок Чехова, переулок Строительный, улица Виноградная, Восточная, Калужская, Санаторная, Клубничная, Кавказская, Тельмана, Тюрупы, переулок Рахманинова, улица Бамбуковая, Плеханово, Инжирная. Возможны перебои водоснабжения на улицах Темирязева, Целинная, Высокогорная, Крымская, Волжская и Полтавская. В автошколы не нужно будет ходить на теорию. В январе начнется тестирование новой электронной системы удаленного образования для автошкол. Сервис позволяет проводить теоретические занятия и тестирование, сообщает портал М24 со ссылкой на представителя правления гильдии автошкол России Сергея Лобарева. Разумеется, удаленное обучение касается только теоретической части программы. Практическую по-прежнему нужно будет проходить лично на автодроме школы и в условиях реальных улиц. Кандидат-водитель будет заходить под своими учетными данными и слушать лекции. Преподаватель сможет давать задания и контролировать их выполнение. А руководитель автошколы сможет контролировать онлайн любую группу и давать указания инструктору. Программа совместима со всеми популярными операционными системами, включая мобильные. В январе начнутся первые пилотные проекты по внедрению сервиса. А в дальнейшем, по итогам испытаний доводок, удаленные теоретические занятия планируются распространить на все автошколы страны, чтобы занятия могли посещать даже те ученики, которые живут за 100-150 километров от автошколы. Сочинских школьников научат бегать на лыжах. Для них горно-туристический центр «Газпром» в течение зимнего сезона будет проводить бесплатные уроки по беговым лыжам. Первые занятия состоятся уже 28 декабря. Его участниками станут пятиклассники школы номер 65. Второй и третий уроки будут проведены в январе и феврале для учеников шестых и седьмых классов. Четвертый урок по беговым лыжам будет приурочен к закрытию горнолыжного сезона и пройдет в марте для восьмиклассников. Школьникам будет доступен бесплатный подъем на канатных дорогах. Также им предоставят комплекты беговых лыж. Занятия будут вести профессиональные инструкторы, которые объяснят правила техники катания и научат старшеклассников стрелять из лазерных винтовок, аналогов винтовок-биатлонистов. Также школьников ожидает экскурсия по лыжно-биатлонному комплексу «Лаура». Завершится урок соревнованиями, сообщает пресс-служба центра. Сочинский лучник стал одним из лучших в России. Сочинец Роман Половинко, член сборной Краснодарского края по стрельбе из лука, на проходивших в Рыбинске всероссийских соревнованиях в памяти заслуженного тренера России Устинова Иванова, он занял второе место в категории «Взрослые». Роман выступает в дивизионе «Классический лук». Открытое первенство Сочи по фехтованию собрало 200 спортсменов из разных регионов страны. Третий год подряд в преддверии Нового года юных фехтовальщиков собирает Сочинская детская и юношеская спортивная школа номер 9. Девятая спортшкола – единственное спортивное учреждение, которое занимается развитием фехтования в Олимпийской столице. Три года назад такие же соревнования собрали в Сочи всего 70 спортсменов. Сегодня 70 человек – это только сочинцы. На этот раз продемонстрировать свое владение шпагой, рапирой и мечом прибыло в три раза больше воспитанников детско-юношеских школ Олимпийского резерва из Белореченска, Севастополя, Краснодара, Армавира и Республики Северная Осетия. Участников новогоднего спортивного турнира приветствовали как организаторы, так и ровесники, только уже участники творческих коллективов. Ну а сами соревнования прошли по Олимпийской системе. Сочинцы по традиции в фаворитах. Ежегодно мы ездим на краевые соревнования в Краснодар, где также примерно около 100 человек участвуем. Ну, я пока не достиг еще каких-то высоких наград, но стремлюсь к успеху. Краснодарские ребята, ребята из Светигорска, из Омска уже о нас говорят. Открытое первенство города Сочи по фехтованию призвано способствовать росту интереса к этому виду спорта среди детей и подростков, повышению уровня мастерства юных шпажистов и раперистов. Сочи поставленные задачи реализуются успешно, в том числе и благодаря высоко квалифицированным тренерам. В Олимпийской столице есть все шансы воспитать чемпионов, отмечает директор сочинской спортшколы номер 9. У меня тренера хорошие, приехали сами, чемпионы мира. Есть мастера спорта, которые действительно, они свободно работают, детьми, любят детей. У нас победители края есть уже. Мы спартакяда края выиграли. Третье место заняли уже в течение двух лет. Сочинским спортсменам и правда повезло. Искусство владения боевым холодным оружием им преподают мастера спорта не только России, но и Советского Союза, а также чемпионы мира и Европы. Желающие тренировать сочинских ребят есть и сейчас. Резюме от тренеров поступают из разных регионов страны. Но основной костяк в школе уже создан. Все зависит уже лично от меня. Главное желание есть, а детки стараются и результат он будет. Сейчас хотим этот турнир сделать в систему отбора в сборную Краснодарского края, так что будет еще больше детей приезжать сюда. После летней Олимпиады в стране начался фехтовальный бум. Наблюдается он и в Сочи, отмечают тренеры. Ну а стимулом для ребят является и тот факт, что на базе центра Югспорт, где проходят соревнования, тренируется сборная России по фехтованию. На сегодня все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...